Здравствуйте! Мы продолжаем наш тренинг по мануальной терапии. И сейчас рассмотрим правку и разблокировку верхнего грудного отдела и шеи в позиции лежа на спине. Но немножко не лежа, а по-другому. Поставим человека на локти. Локти под себя, сюда под плечи. Локти должна стоять под прямым углом в стол. Руки развернутся тоже под прямым углом. Может держаться за краешек. Вот таким голову пускаем вниз. Таким образом у него полностью разворачивается верхняя часть позвоночника. Видно остистые отростки. Их может прощупать. Но если у человека лопаткой слишком сблизились, не пролезть сюда никак, тогда попросим руки. К друг другу, к друг другу, к друг другу. Ближе, ближе, ближе. При этом оставляем прямой угол с телом. Вот видите, раскрылась здесь. Тут очень удобно прощупать, соответственно, шейно-грудной переход. Голова расслаблена, расслаблена. Вот есть некоторые искажения. Тут влево, тут вправо позвонок пошел. Это седьмой. А первый грудной вправо прощупали. Если надо, фломастером помесли, какие позвонки нам нужны. Шею расслабили и проверили ее мобильность. Чтобы голова не упиралась в руки. Расслабь голову полностью. Она болтается по собственному весу. Еще расслабляй, расслабляй. Помогаем человеку расслабиться, отчаянием, киваниями всякими. И за счет вращения проверяем, соответственно, позвонки остистые, по остистым отросткам. Если нам этого недостаточно, но она, в принципе, будет недостаточно, какие-то ратируем, какие-то могут быть субликсированы, либо там сдвинуты в волк. Проверяем их еще боковые отростки. В разные стороны. На сжатие, на вращение, на кивание. Проверяем, где подвижность есть, где мобильность, наоборот, нарушена. Понимаем для себя. Атлант можно найти под этой косточкой поглубже. Симметрично он или нет. Обычно у человека можно спросить, с какой стороны больше болит. Вы, например, почувствует, что справа напряжение есть или выпирает косточка Атланта. Кто дополнится, спросите, справа больнее? Он обычно ответит, да. Подтверждает ваши прогнозы. Имейте в виду вот эти вот подвалки боковые отростки. И, соответственно, Атлант, у него не самые большие. Видите, вот, находится прямо под этой косточкой. Единственное, что аккуратней, не переживайте близко к челюсти, прямо за окон. Там, влюхоузлы, чтобы влюхоузлы не передавить. Вот здесь вот. Давите вот выше, вот здесь. Вот. Какие тут методы воздействия? Соответственно, первое. Раскачали головой, кивание, да. Руку поставили либо так, либо так. Желательно, чтобы отростки ушли в мякоть между ладонями, между двумя ладонями буграми, да, чтобы мягче было. И производим манипуляцию. Ну, примерно доходим до плавочек ребер, до 10-го грудного позвонка. Если у нас, у человека сколиоз обнаружился, да, ну, например, правосторонний, да, то мы тогда с правой стороны опираемся сбоку остистых отростков, голову чуть разворачиваем вот так на себя и, соответственно, растягиваем в противоположную сторону, а вдавливаем в остистые отростки, прямо туда, в тело. Да, как правило, если, да, протиагональ, да, если остистые отростки ушли сюда, то, соответственно, они и развернулись тоже, вот так, да, когда они разворачиваются и боковая, боковые отростки, вот они развернулись сюда, боковые отростки, потому что стороны поднялись, их тоже можно отдельно взять, и тогда уже не подигонали, а прямо у него в тело, через боковой отростки вдавливаем. С шейным отделом, шейным грудным переходом, можно также поработать, вот, например, нам нужно вот этот первый грудной позвонок, да, поставить на место, значит, нам надо двигаться вот сюда, вот в эту сторону. Для этого мы рукой зажимаем плотно по диагонали все его, весь его корпус, да, как ремень безопасности в машине, расслабляет, расслабляет, еще не привык, и, соответственно, в противоположную сторону, раскачав, еще, 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 расслабься, расслабься, в этой сторону мы делаем манипуляцию под углом, вот таким. В эту сторону позвонок меняем диагональ, и, соответственно, вот сюда будем натянуть. Так, если случай такой более сложный, да, вот человек, например, не расслабляется, но тут смотрите по подвижности его шеи и головы, да, у кого-то просто укорочена шея, он не сможет так двигать. А у тех, у кого подвижность достаточно большая, да, эластичность связок есть, можно взять его чуть под горло, положи на себя, и вот таким кивасным движением, качанием, упереть в какую-то позвонок нам нужно, качаем, качаем, и еще, 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 для нас. Раз. И так же и в другую сторону, но в другую сторону лучше, конечно, обойти человека с той стороны. Следующий прием, ложись, ложись. Следующий прием, ну, это называют передние левадо. Делается либо локти кладутся на стульчик, вот на таком уровне, либо на свои локти, голову стили вниз, вниз, голову стили вниз. Первый прием захватили над локтями, чтобы не локти держать, да, а его плечи. И также продавили, ой, хорошо, хрустнул, с этой стороны. Второй прием, подняли голову над руками, над руками, продавили вот так вот. Если человек достаточно гибкий, да, можно его руки упереть в лоб, в локти. Вот так. Локти вместе, и мы опять поднимаем за локти. Скачаем, так раскачали, раскачали, и, жесть. Если человек совсем гибкий, можно упереть его и в челюсть, свою луками, в челюсть. Вот так вот, да. Вот. И опять вот, грудной отдел мы проработаем. Все, опускаем руки. Те, у кого не хватает силы в руках, да, поднимать человека, можно сделать, поставить колено. Опустите сюда, кладом спускайся, ниже. Еще, 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 еще. Вот, устанавливаем свое колено, но так, чтобы оно было горизонтально столу. Вот теперь кладем у него руки сверху. Кладем ничьи, ничьи листья, руки, 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 руки прямыми. Вот, также прогибаем, также можно упереться в лоб руками, да, и в челюсть. Ну, вовсе тяжело, да, наверно? Да, просто для демонстрации. Кладем обратно руки, обратно. Прямые, прямые, прямые. Вот. И, если сколиоз у нас, да, у человека, тогда мы можем манипулировать таким образом. Поворачивая с поворотом, да, сколиоз пошел в нашу сторону, в данном случае правую, да, то мы разворачиваем его туда, в ту сторону прогибаем. Пошел сколиоз в левую сторону, нагибаем на себя и прогибаем, соответственно, в эту сторону. После этого кладем человека отдыхать. Здесь нужно расслабиться после таких серьезных травок, немножко его растрясти, покачать, чтобы тело успокоилось. Ну, а дальше, дорогие друзья, мы переходим к практическим упражнениям, потому что всегда есть нюансы в работе. Сейчас мы их рассмотрим на живой натуре, на примере. А если вы только смотрите наше видео, то, ну, смотрите, никто вам не запрещает, но лучше, чтобы получить навыки, приходите сюда, и мы их отработаем на практике. До новых встреч, дорогие друзья! С вами был Олег Олафгудин.